Никита Буянов кинул нахуй Конторовича и всех остальных на сюжет Таркова. Нужно больше конструктива. Сейчас дальше пойдет. Сейчас дальше пойдет, да. Да. Ой, блять, мне пиздец. Простите, я термос разъебался сейчас. Да, почему? Я с донатов очень много имею. Ну, дешевка. Да, это понятно. Бля, я курить пошел. Вот че ты мне напомнил. Че ты мне напомнился? Не, ну правда. Награды максимально кончены за квесты. Они абсолютно не соответствуют какой-либо действительности. Блять, Геспен-то вообще пиздец, жалко. Он сколько, уже два года этой хуйней занимается, блять? Я не могу, блять. Я просто включил, блять, трансляцию, а не запись. А, все, спалил, спалил все. Здравствуйте, господа. Пока вы наливаете чаек, хотелось бы вас предупредить, что данный подкаст и мысли, сказанные на нем, это всего лишь разговор. Не принимайте близко к сердцу. Ну, а если вам понравится данный контент, огромная просьба подписаться на канал. Приятного просмотра. Здравствуйте, господа. Это подкаст в общагах. Ред вам уже машет. Да, и здесь, в свободной такой обстановке, мы разбираем новости игры Escape from Tarkov, все, что вокруг нее и, может быть, что-то еще. Мы будем зачитывать тезисы, такие новостные заголовки переделанные, как бы, нами же, вот, и пытаться это дело перевокланить, насколько у нас это получится. Ну, поскольку мы в общаге находимся. Если вам покажется душно, тайм-коды будут в описании. Ну, а свое мнение вы можете написать там же, в комментариях. Привет, Ред. Здравствуйте, здравствуйте. Сразу скажу, будет очень душно. Максимальная духота и токсичность. Максимальная духота и токсичность. Такие две бабки собрались на лавочке, и сейчас мы тут будем высосить непонятно, что и разваливать чисто, чисто разваливать. Да, да, чисто развал. Первая затравочка будет максимально душной и может быть скучной, но тайм-коды, напоминаю. Итак, пользователь Rush, комментарии под видео с интервью пишет, пишет, все больше убеждаюсь, что андеграунд ютуберы и потарковы знают друг друга. И, собственно, из этого вытекает следующий вопрос. Если есть андеграунд, значит, есть неоновые стримеры. Вот это какой, new school, old school. Да, ну получается так, потому что мы видим всех ребят популярных, у них, как правило, неон, как и в российском кинематографе. East side, west side. Просто в российском кинематографе в определенный момент, когда, видимо, вот эти вот люди, которые выставляют свет, узнали, что есть неон. Сейчас в какой-либо сериал не включи российский. Вся Москва неоновая. Так неон же балдеж, че. Ну да, да. Лез же балдеж. Ну а вопрос о том, возможно ли новая волна и боятся ее старички, там я уже запись включил. Я просто включил, блядь, трансляцию, а не запись. А, все, спалил, спалил, все, спалил. Я в большинстве своих видосов всегда говорил и буду говорить, что нету стримеров по Таркову. Есть только игроки, есть только вот игроки, которые сидят и играют. Стримеры по Таркову, их на данный момент только два. Это Олег Гоутухалбелов и Дундук, который сундук для Дун. Дундук. И все. Больше я никого не знаю. Ну я, но я не настолько честен, чтобы еще себя в этот список вставлять пока что. Поэтому, да. Возможно ли, вот давайте подумаем, новая волна. То есть мы знаем ребят, которые начали стримить там, когда была Альфа, да, когда вот это все только началось. Вот. И боятся ли ее старики вообще? Да, им, понимаешь, вообще индифферентно. Им вообще похуй. У них уже вот есть вот эта вот аудитория, которая, можно сказать, вот с младенчества с ними. Вот как они с Альфой играли. И они как играют, так и играют. Они, понимаешь, они даже никак не меняются. То есть они вот как были, вот как они как вошли, они так и остались. Абсолютно никакого развития в плане вот стримера-блогера я в них не наблюдаю от слова совсем. То есть я не знаю, я не знаю, а какой смысл их нам бояться, если у них аудитория пива? Моя аудитория не пива. Не-не-не, они переживают за свою аудиторию? Не-не, камон, у них уже устаканившиеся мужики с детьми, с женами. С саботеками. Да, работяги, работяги, чисто работяги. Ничего, конечно, против работяг не имею, но это вот их аудитория. Да-да-да. Это вот их дефолтная аудитория. Но это такая затравочка была вначале, как бы, такой лайтовый, как говорится, заход. Сейчас дальше пойдет. Сейчас дальше пойдет, да. Расценки некоторых стримеров с шестью-десятью тысячами подписчиков настолько велики, что у них имеются для этого менеджеры для решения данных вопросов. Блин, я не могу, блядь. Хорошо, да? Это очень хорошо. Это типа, чувак, нихуя себе не представляет. Сколько у тебя вот этого Ирина Шорох просила? Ну, год назад просила от семи до девяти. Я, понимаешь, я уже, я думаю, что я зажрался, потому что я зажрался, потому что я требую по две тысячи, блядь. Я думаю, что я зажрался. Ну, у меня сто рублей за тысячу, да, по-моему? Не, ну я еще пятихатку сверху накинул, чтобы можно было кушать. Я прошу две тысячи рублей. Как они просят по десять тысяч вот эти вот субы, потому что я смотрел ютуб-канал вот этой вот Ирина Шорох. Он мертвый. Он мертвый. На ютуб, да, а на твиче десять тысяч подписчиков. Ну, и что, вот они вот придут к тебе, как ты это вот разумишь? Но там даже немножко разная аудитория у нас. Там, да, там, да, там, это настолько комплексная на самом деле, бляха-муха, настолько комплексный вопрос, настолько комплексная проблема. Комплексная или скомплексованная? Да, все вверх, блядь. Потому что, типа, брать рекламу или не брать, потому что ты никогда не знаешь, стрельнет она нахуй или не стрельнет. Это вот реально, даже я человек, который этой херней занимается уже столько лет, не могу точно сказать, стрельнет она или не стрельнет. Нужно вам эту рекламу брать или не нужно? Я всем людям, которые заказывали у меня рекламу, всегда писал, что, ребята, вы деньги мне даете до свой страх-риск. Никто не знает, перейдет хотя бы один подписчик, или там вас вообще всех завалят там донатами, подписками и всем прочим. А по поводу того, что у них такой просто невразумительный ценник, я не знаю, что еще можно сказать. Как это ценообразование вообще происходит в голове у людей? Я не знаю, я реально, я без понятия. Ну, наверное, примерно так же, как цены на квартиры в России. Ну, типа. Я сделал ремонт, а она стоит 4. По факту 2. Да, они типа, знаешь, такие, блин, хочу, чтобы 10 тысяч мне платили за рекламу. И в итоге никто эту рекламу, нахрен, не берет, блядь, за такие деньги. Ну, как бы по факту, да. Может, конечно, это было сделано, типа, чтобы отказаться, знаешь, иногда люди так делают. Ну, не проще ли... Ну, кстати, да, возможно. Ну, как мне кажется, проще сказать нет. Ну, проще нет сказать, это честно. Да. Типа, я вот всегда... У меня уже было пару прецедентов, то есть мне там хотели какую-то херню вообще лютую рекламировать. Там, вроде, чувак хотел, блядь, канал по наш рояле рекламировать или что-то вроде такого. Я только сказал, не, мужчина. Не, извините, но не, не мое. То есть, почему-то они так сильно боятся сказать нет, что я даже не знаю. Но это понятно, я-то тот еще щепенец, мне абсолютно на все пофигу. Ну, ты беспринципный. Да, я беспринципная сосиска. Все жду, когда Рейд Шадоу Леджес начнут введение платить за рекламу. Но при этом по сравнению с ним бессеребрянник какой-то получается. Ну, да, почему? Я с донатов очень много имею. У меня очень хорошая аудитория, я очень благодарен своей аудитории. Другая статья доходов. Да, это уже другая статья доходов. Но вот по поводу того, что вот реклама, и то, что они берут такие большие деньги, то, что у них есть менеджеры. Блять, камон, вы, блять, стримеры по Таркову, какой нахуй менеджер? Алло, простись. Ну, есть же ящик диких, послали менеджер, послал дикого кара. Гудишь? Гудишь? Гужу. Вот так вот, по обычной стримеры, в принципе, решают проблемы. Да. Прихлопнул нахуй все. Так, про ценообразование все понятно. Понятно, но теперь еще раз по экстримерам вернемся. У нас большое Тарковское сообщество. Телеграм-канал Тарковский или Тарковский? Норвинский, ебать. Телеграм-канал Норвинские круги был запущен в конце января, уже набрал полторы тысячи подписчиков, однако добавлены туда только аккредитованные стримеры. Ты не добавлен. Здесь хотелось бы заострить внимание на чувстве юмора некоторых персонажей. Ты не заходил, не смотрел? Ну, во-первых, скажем, я не пользуюсь Телеграмом, мне он просто нафиг не нужен, но как бы я могу просто понять, что там происходит. Я могу просто понять, какие там шутки, что там вообще происходит, какие там аккредитованные стримеры. Как бы, да. Я посмотрел, как это работает. Я заметил для себя очень интересную деталь. Никита Буянов что-то публикует. И следом, как по команде... Созба бенталя, да, залетают? Начинают высираться. Угу. Начинают высираться. Не в плане жалоб, а в плане любезности. Ой, какой вы хороший, молодой мужчина-человечек мой. Как же я вам благодарен за всё. Я понимаю, да. Все на позитиве, все умничают. Ну, как мы с тобой сейчас тут. Но молодцы. Ну, конечно, юморок иногда, ну, не искренний смех. Не искренний смех. Он как бы, ну, дешёвка. Да, это понятно. Ну, типа, как бы, представим такую ситуацию. У тебя, ты, блядь, сотрудничаешь с Battlestate Games. Они гонят тебе аудиторию. Они гонят тебе подписчиков. Они вообще представляют себя всячески там туда-сюда. Там выдали тебе, не знаю, что там, режим стримера. Там плашку рядом с Синишем. Ты эмиссар сообщества. Как бы, это всё твои деньги. Естественно, ты будешь с этим подлизываться. Ну да, ну да, ну да, аналогично. Не, ну есть ребята, которые до конца остаются искренними. Это, например, Ренаки, вот, или там Маза. То есть, они как были, как есть, так и есть. А вот за некоторыми интересно наблюдать. Ну, как бы, поэтому мы с тобой и сидим в жопе. А у них деньги есть. Мы не аккредитованы. Да. Не, вы аккредитованы, мы не аккредитованы. Ведите нахуй. Диплом будет не государственного образца, да. Не, кстати, ну, на самом деле, как бы, такая ситуация абсолютно с любым проектом. То есть, даже не только с Тарковым. То есть, всегда есть вот этот вот круг подсосов генерального вот этого вот секретаря ООН, BattleState Games, Никита Буянова. То есть, на самом деле, такая ситуация вообще абсолютно со всеми играми. Любой генералитет отъедается. Да, да, да. То есть, типа, пиаришь, получаешь плюшки. Получаешь плюшки, пиаришь. То есть, ну, это как бы нефорит. Да, не, нормально. Нормально. Но интересно это уже наблюдеть. Перейдем к следующему заголовочку. Стоит ли Underground-сообществу по Таркову объединить свою шайку и лейку, чтобы заскамить мамонтов, назвать Телеграмм общежные типы, что, в принципе, в тестовом режиме случилось, или они останутся подобно пиратам Карибского моря, там что-то такое, знаешь, какие-то такие ренегаты. Да не, на самом деле, стоило бы создать какой-нибудь свой круг общения. Проблема в том, что нас пока, блядь, у нас мало. Но мы в терняшках. Это типа, ну кто? Ну я, ты, Геспент. Кто еще? 412. Да, 412-й тактикульщики. А все. Ну может, Хэйви. Ну да, может еще Хэйви раздумывается. Он написал, он просто сказал, типа, надо обсудить, как же он сказал-то? Надо обсудить что-то, стратегию или что-то такое. Вопросики обкашлят, да. Но я думаю, он не залетит. Я думаю, он не залетит. Вот, ну он очень рационально подходит ко всем решениям. Ну, да, мужчина, мужчина какого? Важный, короче, мужчина, да. Да, 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 он серьезно подходит. Дальше пойдет юмор. Проходимец, который сказал, что не дает интервью, через неделю выложил интервью с самим собой. Его ответ на вопрос в чате, который я ему задал. Ты про то, что ты мне попросил взять интервью, и тебе сказал, что я пока не даю интервью, и дал интервью? Или что? Ты мне написал. Хочу взять у тебя интервью. Я сказал, что я пока интервью не даю. А я почему не даю интервью? Потому что я договорился с ребятами про интервью. Поэтому я сказал, что я не даю пока интервью, потому что уже есть договоренность, понял? Серьезно? Наши деньги. На, серьезно. Ты не верил. Ну, собственно, он сказал, что... Я договорился Я договорился И поэтому я не давал интервью А сейчас я дал, и я снова даю Но я не вижу в этом смысла А, ну да, ну да Скорее всего, он такой подумал Сидит, ты его пишешь А давайте я у вас интервью запишу Он такой, блин, а зачем мне давать интервью Ноунейму, если я могу сам сделать интервью? С самим собой Ну типа Рассказать про свою жизнь Ты знаешь, что это записывать разоблачение до самого себя, блять Ну это прикольно Я хочу такую хуйю сделать Слушай, ну да, это такая, типа, самоанализ, самокритика Да Ну типа, ну а что Зачем помогать человеку, как бы Зачем попытаться, как бы, продвинуть новых блогеров, новых стримеров Когда можно просто зафармить бабки и сделать лучше у себя Ну да, ну да Ну, кстати, ты можешь сделать такое перед отпуском Типа на самого себя, типа, и ушел в отпуск Все, меня разоблачили, удаляю канал с ютуба Разъебал себя и ушел Да, да, да Нормально Еще немножко, ребят, обсудим интересных Сейчас будет, сейчас будет реально интересно Потому что это человека знаешь И ты даже по нему давал, как бы, свой комментарий Сойер На стрим 1 февраля На стрим 1 февраля Устроил духоту своим подписчикам Обижаясь на критику человека Который написал ее под видео, которое не смотрел То есть, чувак Еще раз Чувак пишет под гайдом Сойеру, что, типа, не занимайся хуйней Не надо делать такие гайды Сойер начинает бомбить Посылает пацанов в комментарии Чувак заходит на стрим И пишет Блядь, да я просто так написал И на самом деле Лалка затроллил Лалка затроллил Ну, да, да, да Это было очень смешно, кстати Да, не знаю Бля, мне на самом деле Столько всяких говнистых комментариев пишут То есть, типа, у меня там уже У меня есть, как бы, папочка с комментариями Там 33 комментария Я планирую тоже сделать Это уже, кстати, будет второй выпуск Что лузер отвечает на комментарии А, да, 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 я видел Мне там много чего интересного пишут То есть, как бы, это мы еще сделаем Когда руки дойдут Может, даже сегодня за это сяду А по поводу Сойера Ну, это максимально, блядь, приинтересный чувак В плохом смысле Типа, скорее всего, скорее всего Это единственный стример и блогер Который почти что 100% играет с радаром Вот это я могу с уверенностью сказать Он почти что единственный чувак Который, возможно, вполне что себе играет с радаром Чтобы у нас все было И нам за это ничего не было Да, да, как бы Просто-просто людин Может быть, и через свою быдлопечку Но у него и весьма интересные инсайды Проскальзывают Но самое интересное Что Сойер есть в Тарковских кругах Не кшается, так сказать С производителями Да это наши полубочие Все, да Это интересно Самое главное Это было в начале стрима Вот я заметил Потом я естественно Да, я помню Вроде ты же мне скидывал, да? Да, я ушел Я ушел И на работе На следующий день Открыл стрим Перемотал в конец И он говорит Такой Ну, ребят До свидания Надеюсь, завтра не будет Таких душных Да, да завтра не будет Такой духоты Человеку дописали Блин, такой коммент Это было на протяжении Всего стрима То есть он целый стрим Душнился из одного коммента? Серьезно? Ну, видимо Это его очень сильно Раздесадывало Нужно больше Конструктива В сети интернет Вышло 50-е видео С названием Как не сдыхать в Таркове Обманутые подпивасы Просят вернуть Просмотры обратно Да Ой, блять Пиздец Простите У меня термос разъебался Не, ну Понимаешь В чем приехал То есть Все эти видосы Все эти видосы Они максимально похожи Между собой То есть Я как бы Свои видосы Присеку Как-то, блять Ну, изюминку Как-то там Порофеть Пошутить Как-то Показать это с другой стороны А ты понимаешь Что ты вот выставив Всю вот эту вот линейку Ебучих блогеров Вот просто Затри их лица Убери их имена Ты же, сука Не летишь их одного от другого Ну, нет, наверное Вот если, типа Стоит ли играть в Тарков Видосы, типа Стоит ли играть в Тарков Как не подыхать в Таркове Как фармить деньги Как фармить деньги Особенно вот эти вот Видосы по сборкам, блять Ой, это вообще Ну, это, по-моему Сейчас больше всего, кстати Мета, 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 мета Типа Чуваки не могут, блять Открыть вот это вот Знаешь, вот это вот Окошко с характеристиками И поэтому окошко, блять Оружие собрать Им нужно гайдик Типа, типа, смотреть Лол Не, ну вот, кстати, да Я ни разу гайд не открывал Ну, именно по сборке Так-то, да, там, блять Там все понятно Там белым по-черному написано Что тебе дает больше Что тебе дает меньше Но это уже вопрос По модулям, да Это вопрос уже к людям Которые не могут Сойти в убежище Блять Блять, я курить пошел Вот что-то я напомнил Вот что-то мне напомнил Не, ну правда Не, ну правда, Макс Ну смотри Вот это Для категории игроков Именно этого класса Слушай, на самом деле да На самом деле да Скорее всего Это люди, которые не могут Зайти в убежище Которые там, не знаю Не могут включить фонарик Блять Что-то типа того Не, ну правда Но у нас Понимаешь, понимаешь На любой контент Найдется свой потребитель Да На любой контент Найдется абсолютно Свой потребитель Однако вот эти Просто очень много Заголовков Очень много Заголовков Этих вот Когда Безысходность Какая-то Наступает От того, что Вот Ну уже реально Как не вздыхать В Таркове Вот это Он уже философским Становится Наверное Этот вопрос Пока А, понял Как жить Как жить Как жить Но однако Школьников удивил Факт того Что штурмовую винтовку Аук Нельзя будет приобрести Командой Б-4-4 После введения Ее в игру Ооо Ооо Ой, не Но это С козырей ходить нельзя С таких козырей Захотить нельзя Считаю Не, б-4-4 Это база Б-4-4 Это база Если вы поняли То напишите Почему вы поняли Да Вот это Кстати важно Да Это вы знаете Мы так Отсеем Олдов От куколдов Ладно Перейдем К официальным новостям Официальная группа Escape from Tark Вконтакте Опубликовала Ролик под музыку В смысле Какой ролик Под какую музыку Чет не знаю Ну там Было Видеоролик Какой-то Паренек Зарубежный Сделал Знаешь Такая Есть Класс Музыки Такой Как бы Индии Что-ли Что-то такое Типа Путешествий Блядь Это когда было Даже посмотрю А вы музыкальное Видео По игре А от Алиас Мьюзи Ключи Пожалуйста Ну так Просто Листани Да Я знаю Да Я подписан На него Ролик под музыку Да Да Алиас Мьюзи Прикольный Чувак Кстати Ну Кстати Смотрится Интересно Он на самом деле Уже давно Наверное Года 2 Или 3 Тихоньей Занимается То есть По сути У него просто Ну Идет геймплей Записи Таркова И на фоне играет Человая музыка Коська Это в принципе Все что можно сказать Это вот максимально Ты просто наливаешь чай Закутываешься в плед И сидишь Балдеешь Блядь Все Это в принципе Все что нужно сказать Про видос Они прикольные Кстати Советую их прочекать Гринтвейная тема такая Да Да Вот реально То есть Не под пивное А вот именно Релакс Чисто На чиле На расслабой Олег Белов делает Аниме по Таркову Он кстати На стриме заходил К нему Да Он рисовал Нагатора С автоматом Калашникова Я был удивлен Как минимум Это необычное Вот это поворот Честно говоря Я не знал Что Олег Белов Блядь Убеет рисовать Но да Но это будем ждать Будет интересно Что получится Блядь Я б на это посмотрел Врать не буду Тем более Ты же поклонник Этой всей темы Аниме? Не Я недовижу Этой темы Не аниме Но у тебя Вот эти персонажи Которые из книги Они же рисованы Правильно я понимаю В смысле рисованы Ну это же рисунок Я не знаю На планшете Ну вот Вот это вот Как это Двухметровая Эта хуйня С хвостом А лошадь то Блядь Ну лошадь там Терапевт Это же я Да это же я Не сам рисовал Это же мне рисовали Но тем не менее Не ну понятно Я это не нравилось Ты бы не поставил Да Если бы мне не нравилось То я бы этого не вставил Да Я понял что ты ебешь Это логично Да Но Олег Белов Что Олег Белов Топ вайфа Я вот так считаю Хочу трахнуть Олега Белова Понял Но мне он пока Не ответил Хотя я ему не предлагал Блин Я ему предлагал На вопросики ответить Олежа вперед Олежа вперед Мы очень быстро прошлись Наверное Все таки Очень быстро Но тут в принципе Вопросы Не шепка Ты их и будешь Разъебывать Ну да Но У нас что Из свежих Есть новостей Которые я сюда Не добавил Это То что будет Теперь два вайпа Один будет вайп Олежа Было два вайпа Ты же жут Два сервера Будет два героя Два героя Обсудим новости Последние Как говорится Два героя Один будет вайпаться Другой Нет Ты в курсе Я просто думал Что они типа Будут делать Как два сервера Они значит Получается Становились на двух героев Ну в принципе Почему нет Два персонажей Да Я так понял Да Почему нет Потому что Ну я считаю Что Да нет В этой игре Вайп нужен В этой игре Нужен вайп Потому что Дрочить эту херню Без вайпов Постоянно Каждые полгода Это заебывает Особенно Когда в игре Абсолютно ничего не меняется Типа Лол Мы уже Шесть лет Уже седьмой год Скоро пойдет Мы уже семь лет Дрочим Одни и те же задания Одни и те же часы Одни и те же Газоанализаторы Блять Одних и те же диких Одни и те же тозики И туда и сюда Ну да Конечно Там нам добавили Эти Задания на мейке Да кому нахуй Срался твой маяк У тебя Никита Проснись У тебя в игре Блять Сорок пять фэпусов На развязке Блять Алло Алло Сорок пять фэпусов На развязке Как жить Я в предыдущем вайпе Мог стримить В 2к резолюшене Сейчас у меня Еле-еле компьютер Тянет фулл хд Кстати Я думал Что это у меня Что-то с компом Нет Нет Нихуя У них оптимизация В новом вайпе Убита в ноль У меня просто было Перекодирование То есть С полки На 2к И я такой Типа Блять Почему Что у меня С компом Что-то случилось Вроде все нормально Нихуя У них У них просто Нахуй убили Оптимизацию В этом патче Я не знаю чем Я не знаю чем Я просто не понимаю Потому что Из единственного Что заметно Они обновили Текстуру воды Никто никого Не предупредил Почему-то Вот я Не был предупрежден Я не был готов Что у меня крашились Слайдшоу Мои Это забей У меня сейчас Это что до того Что у меня сейчас На новом компьютере Который я собрал Я купил все новые У меня сейчас Нахуй крашится АБС Блять Когда я Загружаюсь в фрейд Потому что знаешь Вот этот момент Когда куча Фризится при загрузке Да Вот на этом моменте У меня куча Крашится АБС И я в душе Не понимаю почему Раньше бы что Такой херни не было А вот сейчас Вот появилось Это Я где-то говорю Это Это не игра Это лучший бенчмарк Во вселенной Для твоего компьютера Вот что такое Escape from Tarkov Бенчмарк Это лучший бенчмарк Для твоего компа Во вселенной А вот это вот Escape from Tarkov Да Но блин Но это жестко Да это пиздец Я не знаю Я не знаю Что там можно было Такого сделать Чтобы Вот просто у тебя Сожрало 20 фэпосов И с каждым Понимаешь С каждым вайпом Все хуже и хуже С каждым вайпом Все хуже и хуже По оптимизации По оптимизации Полная жопа Да Но Еще кстати Про квесты Сказал Которые мы делаем Восьмой год Да Одни и те же Девятый уже пошел Даже скидь Венадцатый Да В течении В течении К тому же К тому же Вроде этого Я не знаю Диссонанс Водки 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 В адвентаре И жопа Напитая Вазелином Блядь Абсолютно Никакие Не прокаченные Скиллы Он Нихо Не умеет Испизженные У новобранцев Аи Да Спизженные Сырки Спизженные Сырки Да Вот эти Вот Ранджевые Аи 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 Аидва Или Как она Желтая Аптечка Да Аи Аишка Называется И понимаешь И все к нему Относятся Как будто он Какой-то Лох Блядь Но Он не может Переступить Бандюр Что это Не ебдашка Который не может Переступить Бандюр Да Имбецил Браснул Убирается И все А как поднять Ногу Нахуй Не Ну ладно Эти технические Уже Да Я договорю И все Квестодатели Относятся К нему Как к Кром-то Утырку То есть Ему Не дают Какие-нибудь Заказы Возвращаясь К тому Что ты говорил Допустим Зачистить Всю таможню От диких Блядь Или Удержать Со своей группой Здания Пока Чуваки Занимаются Своими делами Нет Принеси мне Пук-пук Трисолевки Пожалуйста Ты там Газанчик Еще можешь Найти Спасибо 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 Да Извините Извините Тозики Ой да Пожалуйста Я же знаю Ты же блять Ебать Спецназовец Два года Нахуй воевал Принеси мне Пожалуйста Два тозика Это Люба Говорит Ну потому что Кстати я знаю Да я кстати писал Сделайте Говорю вместо Если у вас игра Такая Это Место Сольного Такие квесты Где надо выполнять Боем втроем Типа Пусть люди Кооперируются Можно было бы Такую херню Придумать Главное Главное Только чтобы Оно не влияло На развитие Основного сюжета Потому что Есть же люди Которые играют В соло Как бы да Чтоб они как Вторички шли А еще Я писал Чтобы ттшник Сделали Блять Мушку Ты видел этот пистолет Да Я его видел Это мой любимый Пистолет Я очень блять Негодовал Я уже научился Стрелять так Уже все Уже смирился Но блять Он без ножки Ребят Ладно Хуй с ним Когда ты Глушитель Самопальней Накручиваешь Там как бы По глушителю Надо Ну Оно Как бы так и есть Оно так и должно Это как в анекдоте Биллис Пелемушку Ну пиздец Да Биллис Пелемушку Вот это вот История Про Я просто Я смотрю на тебя Пиздец Тебя так жалко С этим ТТшником Да потому что Да Но я бегаю С ним И Иногда у меня ощущение На нем написано СССР И я думаю Что блять Я его в Вьетнаме Блять Где-то купил Китайская подделка Да Фальшивка Фальшивка В Пакистане По-моему Все эти орудия Труда в натуре Просто я Шарапа На днях смотрел И шо он там Сиплы говорил Сиплы сказал Что Перевел Англоязычный подкаст Вот И Рассказывал Про Нововведение То что Переработают Сюю систему Навыков Ну я ура Стида читал Типа как Вырезка Состримная Краткая Да Да Вот эта вся тема Но больше Больше мне Всего Это удивило Кстати Квесты тоже Предлагают Переделать Это было Блять Надеемся Что рано или поздно Это произойдет Понимаешь Просто в чем еще Самая главная проблема Что будут Извини Что будут квесты С развилкой Вот еще что Ладно Это как Блять Либо Две солевки Либо Две пачки патронов Я понимаю Если ты не вайпнешь А ты не узнаешь Что было бы Другой корзин Нельзя будет Уже потом Только один раз Можно выбирать Кстати По поводу Шарапа Вот вроде вчера У него видик смотрел Где он там Прорассматривал Какой-то Ультра Хай-левел Квест Там типа Нужно было Два теплока Заложить Да Вот у него Этот видос Мне наткнулся В рекомендациях Там Кочешь закладываешь Два Рипера Тебе дают Тебе дают Там сколько Там вроде 300 тысяч Какую-то Репутацию И Там награды Там награды За квесты Которые Действительно Имеет Место быть Можно перешать Там по пальцам Одной руки Ну там типа БПшки за каратель Опять же За тот же каратель Это вот этот вот Подсумок Как он называется Там Гамма Мега Дельта Браво Там и тоже Опять же Это большинство Это бронебойные Патроны Слива И броники Которые открываются К покупке Это самая лучшая Награда Иногда Контейнер Типа Да Вот эти вот Thick Контейнер У терапевта У Зарейписта То есть Типа О большинстве Своем Там такие Абсолютно Конченные Бесполезные Награды Что Я даже Не знаю Ты 100 метровку Сделал Зачем Такое Нам не надо У нас есть На сервере Ребята Некоторые Заморачивают Это понимаешь Эти квесты Есть смысл делать Если ты хочешь Идти капу делать Ну да Они поэтому Заморачиваются А на кой хер Мне эта капа Если у меня до сих пор 38 уровень Я просто Я не хочу Дальше апать Я не хочу Уполнять квесты То есть Я просто захожу Знаешь Афокалес побегать Мне этого вполне достаточно Ну что У тебя интересное Что-нибудь было На стримах Да Не особо Если честно Все знаешь Как-то Блядь Вот Идет Все просто Вот идет Хорошо что идет Хотя Хоть как-то Так знаешь Все буксовками Но идет По поводу Давай все-таки Добьем вот эту вот Тему Блядь С ебучим подкастом Нам нахуй Не нужно нововведение Почините Старые Проблемы игры Дайте нам Оптимизацию Дайте нам Блядь Нормальный звук Байсов Да Дайте нам нормальный звук Блядь Они до сих пор Не могут бы на Уралку Нормально сделать Там звук троится У меня постоянно Какие-то фантомные шумы Блядь То есть там что-то взрывается Там кто-то топнул Хотя рядом вообще Никого не было Пока только Биполярка работает Да Да Говорит Чувака нахуй Общается Блядь С полусторонним миром Блядь Ебаный хоррор На Юнити Это медфильм Не знаю Да Если кто-то не знает Есть такой канал На Ютубе Медфильм называется Там Видео Из психиатрической Болицы А Вы Вы Из этих Я понимаю Нет Вы из этих Девушка просто смотрела Подсматривал Да Я понял Про что-то Там тоже Есть парочка Интересных моментов На самом деле Блядь На Ютубе Такое огромное количество Интересного контента И вместо того А мы играем в Тарков Да Во-первых Мы играем в Тарков Во-вторых Вместо того Чтобы продвигать людей Которые действительно Этого заслуживают Блядь Ну там не знаю Типа тебя Или того же самого Геспента Блядь Геспента вообще Пиздец Жалко Он сколько уже Два года Этой хуйней занимается Блядь Если не больше У него только Тысяча подписчиков Блядь Так он его только набрал Когда как раз Я интервью у него брал У него только Только тысяча Только появилось Да И блядь Я просто Я не знаю Ютуб нахуй забил Он зато рекламирует Каких-нибудь там Мудаков Которые абсолютно Ни на что не способны Которые делают Какую-то хуйню Типа того же самого Во всем Что люди Которые действительно Достойны того Чтобы блядь О них говорили Чтобы урвать Хоть какую-то частичку славы У них просто Это не получается Из-за того Что им просто блядь Не везет И все Это очень обидно Я же Ты сейчас Хотя бы какую-то Удачу поймал Тебе-то сколько Не везло Семь каналов Блядь Я даже вспоминать Об этом нахуй Не хочу Это Жестко, да? Это блядь Забей Это вот понимаешь Реально заходят люди Потому что Я реально Я устал Я выжат Как ёбаный лимон Блядь Они заходят люди И говорят Ой Так сложно Видосики записывать В игрульки играть Серьезно что ли? Да Реально заходят Пишут за кухонью Это блядь На самом деле Это пиздец как легко Попробую вот сесть Вот недельку Чисто поклепать видосики Потом еще после этого Постримить Там с аудиторией Пообщаться Вне стримов Вне всей этой херни Потому что Сколько в дискорде Там не знаю Там 2200 человек Сидит блядь И в личку В ВК еще постоянно Кто-то пишет Тебе постоянно Тебе постоянно Дрочат Тебе вот постоянно Дрочат Блядь Ну слушай Это такой миф Типа про стримерство Потому что У меня раньше Друзья сначала Типа Ну первый вопрос Это ну что донатят Да 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 Ну что донатят Сколько Да 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 Оу типа круто И у меня как-то на работе Типа Чё ты домой торопишься Я говорю Ну я вот это Надо постримить Он такой Чё ты постоянно Играть там хочешь Слушай Я говорю Слушай Ну ты домой приезжаешь Чё делаешь Ну я вот Лежу отдыхаю Пиво пью А я сажусь И монтирую Блядь Видно все Да 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 Такая же хуйня Типа И вот куда находит Тебе надо Я говорю Мне немножко не нравится Как бы И уже как бы поздно Отступать Уже год этим два Занимаешься Как бы просто делаешь Посмотрим Просто надо делать Есть какая-то чуечка Что надо делать Да надо Это вот Самый дефолтный вопрос Самый дефолтный совет Который можно дать Блядь Продолжай Идти вперед Даже если идти уже некуда Это вот Я не знаю Видел ли ты эту картинку Где короче Два чувака С кирками Бьют Да Этот уходит А снизу Который Чуть-чуть У него же будет Албаза Вот реально Вот точно Такая же Ситуация Абсолютно во всем Да Да Согласен Согласен Просто Упорность Упорность Победит Как бы понятно Что если ты будешь Десять лет подряд Делать одну и ту же Неинтересную хуйню То эта хуйня Никогда и не взлетит Если анализы Не самоанализ Как будто В любом случае Нужно проводить Какой-то самоанализ Какие-то Плюсы-минусы Вычленять Это тоже очень Не очень важно Но это вот кстати Конструктивная критика Как раз таки Надо обращаться И если вас критикуют Всегда Даже если там Чувак написал Что блядь Ты ебаный мудак Вдали свой канал Просто даже Эти У этих людях У них в комментариях Может промелькнуть Какое-то блядь Зерно истины Потому что да Они не умеют Адекватно Вот высказывать Свои мысли Но даже они Могут сказать То на что Реально стоит Ну обратить внимание Это в принципе Ну это все Что я могу сказать Ну конечно же бабки Все решает бабки Да Бабки Бабки Свои бабки У меня сейчас У тебя был видос По книгам У меня накрывался Вот такой Слушай Ты видел Конторовича Вообще сам? Да Ну там дед Там такой Райно дед Вот И У меня вопрос Возник Я просто Забил Конторовича На ютубе Первый видос Который Выдал Это у Конторовича В квартире Нашли оружие Это очень смешно Где дед Там Таковча Тарковчанин Блядь Гродной Там какой-то Пистолет Вот И я Очень сильно Удивился Блядь Как он Затесался В Тарков Вот я в твоем видосе Это не шел Но это очень интересная Наверное История А там на самом деле Все не так-то уж и интересно Видимо Никитка на Буянове Ему нравились Вот эти вот Писульки Конторовича Там на самом деле Блядь прикольная хуйня Даже может какой-нибудь Инсайт Может эту херню В превьюхе сделать Вот то как Никита Буянов Кинул нахуй Конторовича И всех остальных На сюжет Таркова Теперь эта хуйня Называется Зона Х-32 Вроде как-то так Ну то что Они понаписывали Я видел это в комментах Да-да-да Вот типа такой херни Я это поизучал На самом деле Так короче оказалось В общем Как на данный момент Все это обстоит Никита Буянов В общем потребовал Конторовича Так как я не знаю Почему Он типа ему Очень сильно понравился Типа проработайте мне Пожалуйста Вот лор Моего говна Потому что я Нихуя в этом не разбираюсь Ну они короче сели Там Конторович Получается написал Ему три книги Это вот этот вот Хищник Там начинуть Дозор Вот эта вот Какая-то херня И еще даже До этих книг Он написал Москва 20 Нет Россия 20 28 Я постоянно путаю Которая до сих пор Лежит у них в офисах Бэтл Стейт Геймс И они просто не знают Что с ней делать Потому что скорее всего Как раз таки Вот из-за этой херни Что Никитка На Буянове Нахуй кинул Всех этих писателей И в итоге Вот именно Вот по зоне Х-32 Вы можете найти Там Конторович Там еще какие-то писатели Книги по этой вселенной Писали И это вот реально Один в один Тарков Только без Таркова То есть Вот такая вот Интересная ситуация На самом деле Которые больше знают Информацию об этой штуке Пожалуйста Напишите Либо мне Либо теологу В личку Возможно Я даже про это видос Запишу Хорошо Да-да Ну либо в комментарии Тоже приветствуйте Комментарии всегда приветствуют Потому что там На самом деле Весьма интересная история Ну кстати Знаешь что Они же могли сделать По аналогии С С Студией Сталкера Могли Подсобрать Ребят Получше Конторовича И запустить Свою серию книг Бля Ты серьезно считаешь Что книги По сталкеру Хорошие книги Я не считаю Их с хорошими Но когда Я Подожди Я объясню Я когда был в школе Да я тоже Когда был в школе Их читал У меня целая полка Была ими забита Вот И знаешь У меня В прошлом году Наверила Такая Ностальгия Думаю Надо почитать Прочитал Я читал их мало Но две хороших Мне попались Дом на болоте Там И Прям Ты тоже Дом на болоте Читал Там есть Несколько Хороших Да Так в том-то и дело Что там Из всего этого Говна Есть только Парочка Хороших Произведений В том-то и дело В принципе Конечно Никита Байанов Мог бы закинуть Знаешь Типа удочку Что типа Ребята Начинаем Короче писать книги Если книги хорошие Мы их под крыло Типа возьмем Может можно было бы Так ну Распиарить всю эту херню Можно было бы Можно было бы Я про это говорю Не про то Что получились бы Хорошие такие же книги Как сталкер Да Потому что Это тоже спорный вариант Главное Чтобы как-нибудь Развить лорную составляющую Потому что она в Таркове Отсутствует Блядь Да-да-да И это бы тоже дало Как бы толчок На какое-то наполнение Потому что Все-таки сталкер Он наполнен лором был Да-да А По сути У нас Что-то Блядь Произошло И мы вот тут Вот бегаем На этих Да и все И все У нас понимаешь У нас даже нет никакого Блядь Даже не знаю Типа Знаешь Сделали бы какую-нибудь Демку огрызок Которая переводила бы С контракт ворсов Тарков Блядь А ну можно и так Типа что-нибудь Такой типа Знаешь Такая вот демочка Там на пару часиков Типа там Вот этот вот Эмми происходит И там типа Юсейки с бирусами Блядь Что за хуйня Почему лактивочки Не работают Ну да-да-да Что-то типа такого И потому что Он знаешь Там находит Типа вот это вот Убежище Там оседает в нем И там поступает Там заказ Зажейписта На три салевки Что-то типа Такого Блядь Я не знаю В игре Просто лора нет В игре Просто нет лора Абсолютно Ну это вот Тот же самый сериал Рейд Что он нам показал Что он нам рассказал Ничего Абсолютно Что-что можно Снимать Хорошие боевые сцены Хочется конечно Что-то сказать Но ну да Перестрелка там Конечно сделана Интересно Есть конечно Несколько недочетов Но в целом Неплохо В целом По сравнению С общей картинкой Российского кино Я бы сказал Да Тут считай Какая-то Инди-Говно-студия Сделала вполне себе Нормальный Неплохой шутан Да Конечно сценарий Ебанок говном И настремит Что-то смотрели Но Но Блядь Да Кстати Вот вообще То есть ты должен догадаться Что было дальше Ну по сути Или что было до Даже того Как он туда полетел Вот он туда полетел Кстати Это вот можно было бы Интересно обсудить Да Там понимаешь Там на самом деле Там Такая огромная Такая огромная Площадь Площадка Для развития Всей этой херни И они просто Забили на нее Хуй Они добавили Маяк Они добавили Скара И глушитель на Юмпик Не ну Ну заебись А жить то как Блядь Я Блядь Я не знаю Просто что они делают Как они собираются Дальше эту хуйню развивать Это Это странно Это очень странно Я говорю Я в каждом видосе Говорю Что Тим Лит На Никите Буянове Делают какую-то Вообще Левнятную херню Абсолютно Да Это постоянно Говоришь Да У них понимаешь У них даже Нету какого-нибудь Знаешь Что такое Родмэп Нет Переведите Пожалуйста Короче Как карта разработки А Я понял То есть В этом вайпе Мы сделаем То В том вайпе Мы сделаем Это Может она есть Все таки Может она есть Где-то у них там В сейфе лежит А В смысле То что нас Не посвящают То есть Такое Естественно Нужно Так Камон Проект просто Стоит Он никуда Не двигается Уже сколько Вот это Херня Не знаю Уже года Три Вот реально За три года С Тарковым Хоть что-нибудь Произошло Хоть что-то Мелкие какие-то Хороший вопрос Хоть что-то Произошло Не Ну прям В глобальном плане Наверное Ну чё Вели резерв Вели маяк Вели расширение леса Вели расширение таможни И чё Это всё не глобальное Это всё не глобальное Вот что-то вот именно Глобальное Там незнакомый ДЛС Блядь Или может быть Добавили Сюжетную ветку А чтобы можно было Сбежать из Таркова Сцены, да? Да Какие-нибудь сцены Какие-нибудь ещё что-то Может быть Провели оптимизационный проект М? А Ну Античит Античит Которого нету Ну да Ну да Ну 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 тогда Тут как бы Всё На этом Потому что Наверное да Наверное Всё-таки Смотреть глобально Ничего особого То есть Вот даже Вот когда я делал Видос По сюжету По Лору Таркова Офигенный видос Кстати Получился Очень-очень Мне жалко Что он собрал Мало просмотров Понимаешь Вся информация А Лоре Осталась В 2017 Году Всё Ни-че-го Уже 2022 Пять лет прошло За пять лет Абсолютно Никакой Новой информации По Лору Ну наверное Тогда Контарович этим И занимался Наверное Так да Я конечно Не знаю Какого хуя Писателя Берут Для того Что прорабатывает Лор целой игры Как бы для этого Есть отдельная Даже не знаю Как это профессия Называется она Игровой сценарист Блядь Бабру могли позвать Из мафии Типа Лоу Мне кажется Классный сценарист Нахуя там нужен был Контарович Блядь Он просто конечно Открытый Ну это Интересно То есть я говорю Я вот Всё больше и больше Убеждаюсь В той херне Что сука С Тарковым Что-то блядь Не так С игрой Что-то не так На самом деле И причём Не то что там Ну вот эта вот Оптимизация Туда-сюда Там нету сюжета Ничего нету С самой игрой О У меня камера Сейчас Секунду Да Так Не вот я Расскажу По поводу того Что вот Реально С Тарковым Что-то не так Вот именно С командной разработки С тем лидом На Никите Буянове С ними что-то не так Они мутят Какую-то херню Потому что Ну я не верю Что 7 лет Можно вот этот вот Проект держать В бете Формить Такое огромное Количество бабок Не хотя нет С другой стороны Я могу это понять Потому что это бабки Но Вот как Женя Говорит часто Говной воняет Что-то не чисто Блядь Вот я реально Я вот Просто прошу Прошу Глубчайшие извинения Я начинаю Все больше и больше Ставаться на сторону Просто-просто Людина Блядь Что-то Что-то не так Что-то не так С этой игрой Что-то не так Происходит с тем лидами Что-то На игру намечается Какая-то херня Мне это очень не нравится Мне это очень не нравится Кстати вот Некоторые люди На моем Дискорд сервере Ну Может быть Из категории Подпевался Можно назвать Я тебе эту историю Рассказывал Они думали Что с тобой Что-то не так Ты выпустил Обзор на ТГР И я такой Типа О, я у Рэда Возьму интервью Типа это И я уже взял По-моему Я уже Все, да Закончилось А, я написал Вообще Что я у тебя взял И Они такие А ты у него спросил Что он делал В офисе БСГ На тусовке Блядь Блядь Мои первые эмоции Думаю Ебать Как я так готовился Какого хуя Я Блядь Самый важный Я Ну, то есть На мгновение Я подумал Но я же смотрел Этот подкаст Смотрел этот стрим И я видел Типа С бородой Хромающего И с тросточкой У тебя была С собой трость Когда-нибудь Да, я ходил С эти трости полгода Все, пиздец Да, я нахуй Агент Никита Буянова На самом деле Да Пиздец просто Все Разблачили меня Просто ты сказал Что-то не так Вот Многие люди думают Что с Тарком Что-то не так С тобой Что-то не так Простолюдинам Что-то не так С Сойером В конце концов Со всеми Что-то, блядь, не так На самом-то деле Со всеми Что-то не так Как вот с этим быть Как с этим А ты с этим Ничего не можешь Сделать Абсолютно Ничего Ты Понимаешь Ты Обычный Блядь Человек Вот и все Я когда-то Знаешь Ты никто Звать тебя Никак Напоминаю Вам У нас есть Тестовый Телеграм-канал Где мы умничать будем Меньше Ёмче Но чаще Постараемся Если вы будете Добавляться То мы Может быть По аналогии С кругами Сделаем Свои круги Общажные круги Да Что-то у нас же было А в круге первом Было Круги Вот такое Что-то оккультное Тоже было Как по Данте Да Во Во Да Да Хочу сказать вам Всем большое спасибо Что посидели с нами Все это время Поэтому Ради всего святого Подпишись Поставь лайк Напиши комментарии Продвигни Этот видос Покажи этот видос Никите Буянову Да Спасибо Спасибо Надеюсь Настя стройка Вот Пожалуйста Господа Это был подкаст В общагах Это Был Рад Я Теолог Токарев Мы Бакланили Тут для вас В таймингах Везде В комментариях И Пока Редактор субтитров